Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Мы продолжаем читать седьмую книгу священного писания Ветхого Завета, книгу «Судей Израилевых». Читаем мы эту книгу в переводе российского библейского общества. Сегодня у нас седьмая глава седьмой книги. Кстати, число семь — это очень особенное число для такой числовой символики священного писания. Дней Творения — семь, шесть дней Творения, седьмой день Господь почил. В ней седьмится, у нас семь седьмится, семь дней. И об этом можно очень много говорить. Вот сегодня у нас седьмая глава седьмой книги. Так совпало. В шестой главе мы читали о том, как Господь в очень непростое для Израиля время, когда Израиль был захвачен, оккупирован врагами, призвал Гедеона, младшего сына, в одной из малоизвестных семей Израиля, призвал для того, чтобы избавить Израиля от врагов. Гедеон с трепетом, а вместе с тем и с дерзостью, требовал чудес от Бога, не был уверен, что он действительно имеет откровение Божие, не был уверен, что он, последний сын в такой малоизвестной семье, может взять на себя эту миссию. Но Господь дал ему чудеса. Мы читали о том, как Гедеон расстелил руно на траве, на поляне. И Бог сделал так, что руно было влажным от росы, целую чашу воды выжил Гедеон из этого руна. А вокруг все было сухое. А на другую ночь, наоборот, руно было сухим, а вот вся земля вокруг была мокрая от росы. И вот Гедеон, уверившись, что действительно Бог его ведет, уверившись этими чудесами, которые Бог ему дал, собрал большую армию и готов сражаться за независимость Израиля, за свою землю, за свою веру, за своего Бога. А началось с того, что Гедеон по повелению Божию разрушил жертвенник Ваага. И тогда Гедеону дали такое второе имя, прозвище Ирубал. Пусть Вааг поборется с ним. Вот так можно перевести это имя. И вот седьмая глава начинается так. Рано утром Ирубаал, то есть Гедеон, вместе со своим войском стал лагерем у Харотского источника. Стан Меденитян был севернее, у горы Маре, в долине. Меденитяне — это враги, с которыми готовится сразиться Гедеон. Господь сказал Гедеону, «Слишком много с тобой народа. Не отдам я Меденитян в ваши руки. А не то израильтяне возгордятся предо мной и скажут, что они спасли себя своими силами. Объяви народу. Кто боится и дрожит, пусть возвращается. Пусть уходит с Галацких гор». Двадцать две тысячи воинов вернулись домой, а десять тысяч остались. Что? У нас впереди сражение. Сражение с противником, как сейчас мы сказали бы, превосходящим в силах во много раз. Израильтяне покорены. Израиль разорен, порабощен. Как можно больше народу надо собрать, чтобы сразиться со врагами. Но по повелению Божию Гедеон поступает по-другому. Из тридцати двух тысяч людей, которых ему удалось собрать, две трети, двадцать две тысячи воинов возвращаются домой. Кто боится, кто трусит, не надо. Останутся только смелые воины. Те, кто готов сражаться до конца, сказал Гедеон по повелению Божию. И вот осталось маленькое воинство. Десять тысяч человек. Но зато верных до конца. Когда-то что-то подобное повторится, когда Иуда Маковей будет сражаться за независимость Израиля с Антиохом Епифаном и вообще с захватчиками сирийскими. Казалось бы, все-все силы нужно собрать, чтобы попытаться сразиться с этим невозможным противником. И то это авантюра. Но Иуда Маковей скажет, кто боится, идите домой. У кого какие-то дела важны, идите домой. Потому что эти люди, Гедеон, а позже Иуда Маковей, да и другие военачальники, вдохновленные от Бога, они уповывают не на свои силы, они уповывают на помощь Божию. И уповывают так, с такой силой, с такой уверенностью, с такой надеждой, что Бог помогает им. Действительно. Не силой оружия, не воинской доблестью только, а помощью Божьей силы на Израиль. И вот поэтому 22 тысячи человек из 30 с небольшим возвращаются по домам. Остается 10 тысяч. Но и этого мало. Господь сказал Гедеону, народу все еще слишком много. Даже 10 тысяч. Это армия. Другие израильтяне скажут, ну, Гедеон победил и победил. Слава Гедеону. Бывает. Но надо, чтобы народ встрепенулся, чтобы он понял, что именно помощь Божия это сила Израиля. Чтобы было совершенно явно, что только с помощью Божией осуществлена эта победа. Чтобы народ прекратил почитать идолов, вернулся бы к истинной вере. И поэтому даже 10 тысяч, это слишком большая армия. Господь сказал Гедеону, народу все еще слишком много. Отведи их к источнику, и там я отберу для тебя воинов. Про кого я скажу тебе, этот пойдет с тобой, тот пойдет. Про кого я скажу, этот с тобой не пойдет, тот останется. Вот такое прямое повеление Божие. 10 тысяч воинов должны прийти к источнику, там, где река протекает. И кого-то Господь оставит, а кто-то пойдет домой. Когда Гедеон привел всех воинов к источнику, Господь сказал ему, те, кто будет лакать воду языком, как собака, поставь по одну сторону, а по другую, те, кто будет пить, ставь на колени. Ну вот все пришли как бы на водопой, и если так можно это слово употребить по отношению к людям. И воины пьют по-разному. Кому-то естественнее, проще встать низкого воды, наклониться и пить прямо из ручья. Вот я тоже иногда наблюдаю за детьми. Вот кто-то так пьет из источника. А кому-то удобнее зачерпнуть в ладошку и пить из ладошки, из горсти. И вот Гедеон по этому принципу должен разделить людей, тех, кто пьет непосредственно из ручья, как собака, как здесь сказано, тех поставить по одну сторону от себя, тех, кто лакал из горсти, из горсти пил, тех по другую сторону. И Господь, тех, кто лакал воду из горсти, оказалось 300 человек, а все прочие пили, став на колени. И тогда Господь сказал Гедеоду, силами тех 300 человек, которые лакали воду, я принесу вам победу, отдам мединитян в твои руки, а прочие пусть расходятся по домам. Из 30 с лишним тысяч человек остался небольшой отряд, 300 воинов. Так велел Господь Гедеону. У израильских воинов были с собой припасы и трубы, рога. Распустив израильтянин по домам, Гедеон оставил с собой 300 человек. Стан мединитян был внизу, в долине. В ту ночь Господь сказал Гедеону, спустись и напади на их стан, я отдаю их в твои руки. А если боишься, то сходи туда со своим слугой Пурой и послушай, что они говорят. Это придаст тебе смелости, и ты нападешь на их стан. Мединитян стоит лагерь врагов, мединитян, и вот с 300 воинами Гедеон должен напасть на них. Так велит ему Бог. И Бог укрепляет его. Пойди туда, послушай, разведку проведи. Гедеон и его слуга Пура спустились к сторожевым постам вражеского стана. Мединитяне, Амалокитяне, восточные племена расположились в долине, многочисленные, как саранча. Не было числя их верблюдам, как песку морскому. Гедеон подошел ближе и услышал, как один человек рассказывает другому свой сон. Они подошли к этому лагерю, видят, что очень много врагов, даже верблюдов, даже скота у них столько, что как песка морского, то есть очень много, бесчисленное множество. И вот Гедеон подслушивает рассказ одного врага другому. «Мне снилось, что по медьянскому стану катится круглый чменный хлеб. Докатился он до шатра и повалил его. Он опрокинул шатер, шатер рухнул. А другой отвечал, «Это меч израильтянина Гедеона, сына Иоаса. Бог отдал в его руки мединитян и весь этот стан». Ну, вот такие упаднические, можно сказать, разговоры в вражеском лагере. Может быть, враги наслышаны, какую армию собрал Гедеон. Тридцать с лишним тысяч человек, которые, доведенные до отчаяния, готовы сражаться за свою независимость, они не знают, что Гедеон только 300 человек оставил в всей этой армии. Может, Господь как-то коснулся их сердец, так что вот так стали трусить и бояться, такие сны видеть, враги. Так или иначе, Гедеон, конечно, вдохновился. Услышав пересказ оттолкования этого сна, Гедеон полнит. Затем он вернулся в страны «Азраильцан провозгласил «Вперед! Господь отдает Медьянский стан в наши руки!» Гедеон разделил 300 человек на три отряда, по 100 человек в каждом отряде. Такая тактика военная. Каждому воину он дал рог и спрятанный в пустом кувшине факел. Не меч, не копье, а факел в кувшине и рог. Смотрите на меня и делайте, как я велел он своим воинам. Когда я подойду к Экстану, делайте то же, что буду делать я. Мы затрубим врага, я и отряд, который будет со мною, и вы тоже трубите вокруг всего Экстана и кричите «За Господа и Гедеона!» Как только началась вторая стража ночи, во вражеском стане сменились часовые. Вторая стража ночи это около полуночи на три стражи делилась ночь. Стражи значат те часы, когда должны часовые стоять, дозорные. Они раз в несколько часов сменялись, и ночь делится на три стражи, три дозора за ночь меняются. И вот вторая стража ночи это примерно полночь. Началась вторая стража ночи, то есть новый дозор пришел, с новыми силами, крепкий, как раз это не то время, когда нужно нападать. Но Гедеон действует не так, как действовал бы человек, надеющийся только на свои силы, на свою хитрость. Он знает, что Бог его ведет. И вот началась вторая стража ночи, во вражеском стане сменились часовые, Гедеон и та сотня, что была с ним, подойдя к самому стану, затрубили врага и разбили свои кушины. Они близко подошли, в темноте, ночью, полночь, разбили кушины, и возник эффект, как будто огромное количество огней сразу загорелось, как будто большая армия идет, потому что у каждого факел спрятанный в кушин был. Все воины во всех трех отрядах затрубили и разбили свои кушины, держа в левой руке факел, в правый рог, все они трубили и кричали «РУБИ! За Господа и Гедеона!» Они стояли вокруг стана, но с места не двигались, а люди в стане засуетились, закричали и обратились в бегство. Когда затрубили три сотни рогов, Господь сделал так, что люди встали и обратили оружие друг против друга. Их войско бежало до самой Бейтха-Шиты в сторону Цереры на берег реки Кавел-Мелхоле, что близ Табаата. Вот так. Даже сражаться особенно не пришлось. Одновременно затрубили в роги, одновременно разбили горшки, и вот как будто огромная армия идет. Триста рогов ночью вдруг затрубили триста огней, и паника возникла во вражеском лагере, люди стали нападать даже друг на друга, возникла какая-то суета, смятение, и враги просто бежали в ужасе. Собрались израильтяне, племена Нефалимы, Асира, все племя Моносии, а сам Гезион тоже из племени Моносии, и пустились в погоню за медьянитянами. Гезион разослал по горам Ефрема вестников с призывом «Спускайтесь с гор навстречу медьянитянам, преградите им путь к реке, займите берег Ордана вплоть до Бетбары». Имеется в виду, все броды надо перекрыть, чтобы враги не смогли перейти через реку, чтобы не скрылись они. Ефремлине собрались и преградили путь к реке, заняли берег Ордана вплоть до Бетбары, и были схвачены два медьянских вождя ворон и волк и убили ворона на вороньем камне, а волка в волчьей довильне. Израильтяне преследовали медьянитян и Гедеону принесли из Иордана головы ворона и волка. Вот таким образом Бог дал победу Гедеону. Не силой оружия, но силой веры. Гедеон победил врагов и освободил Израиль. Об этом повествовала седьмая глава, книги судей Израилевых, которую мы читали в переводе Российского Библейского Общества для библейского портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok